Всем привет, друзья! Это канал Аэрофинансаунд. Мы опять давно не виделись и опять у меня не хватает времени, чтобы снимать, но это не важно, потому что сегодня, насколько вы поняли, мы будем говорить о гитарах. Почему вообще именно о гитарах? С чего бы, в принципе? А хотя бы с того, что однажды, вот совсем недавно относительно, я прочитал вот такой вот комментарий. Если вкратце, у человека есть некоторые физические особенности, которые не позволяют ему играть на гитаре, а играть, естественно, хочется, поэтому нужно искать какие-то выходы, с помощью которых будет, собственно, всё получаться. Кроме того, я думаю, если вы не Юра Шильников, то у вас, естественно, найдутся обязательно какие-то проблемы в технике игры, и вы играете неправильно, естественно, поэтому хоть как-то, может быть, вам поможет исправить ситуацию гитарные плагины, библиотеки и всё вот это вот. Сегодня мы рассмотрим несколько библиотек электрогитар, басовый гитар, акустический гитар и даже одну укулеле, чтобы помочь вам, собственно, разобраться в этой ситуации. А в конце же я покажу трек, который будет написан, в принципе, изо всех вот этих вот плагинов, и вы увидите, что можно, точнее, услышите, конечно же, что можно вообще с этим всем делать. Первое, что у нас здесь будет, это Orange Tree Samples Evolution Jumbo. Двенадцать. У оранжевых деревьев вообще довольно-таки много библиотек гитар в линейке Evolution, и конкретно эта гитара 12-струнная. Значит, про неё, как и про любую другую, естественно, библиотеку много чего расписано, в том числе, что работал над ней Гай Рэндалл, владелец и звукоинженер студии Rosewood Recording Company, значит, на аналоговом орудовании, и обладает она мягкой динамикой. Ну, у нас, короче, не так много времени, чтобы читать все эти достоинства, поэтому давайте просто послушаем, как она звучит, и поедем дальше. Следующая гитара у нас называется Indigenous Day Resonator, и это интересненькая такая винтажная гитара, которая хорошо подойдёт для написания, например, какого-нибудь блюза, или кантри, например, или если вы вообще хотите, там, погрузиться в атмосферу какого-нибудь Техаса, вот этой вот опасности, или, ну, вот этого всего, вы поняли, если ей, конечно, правильно пользоваться. Как и во многих плагинах, естественно, здесь имеется возможность настройки, в том числе всяческих интересных артикуляций, которые, опять же, придадут живости звучанию. Ну, в общем, давайте послушаем тоже. Следующая гитара называется Native Instruments Session Guitarist Strum Acoustic. Очень-очень полезная штука. Когда я только её поставил, я понял, что она у меня останется надолго, потому что вещь действительно полезная. Суть по описанию, значит, сэмплировалась здесь гитара Martin D3573 года. Играет она в основном с траммингом, то есть боем или чёсом, как угодно. Имеется множество паттернов для разных жанров, ну и несколько звуков гитар тоже присутствует, которые также можно настроить. И звучит это дело примерно вот так. Следующая гитара называется Marcus Ciscar Fingerpicked Guitars. Это приятненькая такая акустическая гитара, и если верить описанию, то здесь вообще две гитары. Одна из которых с нейлоновыми струнами записана в моно, а другая с остальными. И записана она в стерео для создания более яркого звука. Опять же, есть возможность крутить ручки, накладывать эффекты, и звук получается действительно неплохой. Но я бы не сказал, что она прям чем-то таким незаурядным отличается, но опять же имеет место быть, так что давайте послушаем. Следующая гитара от Ильи Ефимова. У него много гитар, и вы, естественно, наверное, про них уже давно должны были тысячу раз слышать, в том числе и в моих видео они как-то промелькивали. Их довольно часто нахваливают, хотя я вот опять же тоже не могу сказать, что они прям сильно какие-то выдающиеся, но тем не менее популярностью они пользуются. Из списка акустических гитар у меня имеется две. В общем-то, больше-то и не надо. Это нейлоновая и обычная гитара. Сейчас послушаем, как они звучат. И в списке электрогитар у меня тоже Илья Ефимов, я сразу скажу, будет. Но об этом попозже. Вот мы и подобрались к электрогитарам. Электрогитарам и первой здесь будет Impact Soundworks, Shield H3, Stratus, господи, как много вот этих вот... С этими гитарами я уже довольно давно дружу, с самой-самой первой версией, сейчас уже третья, как видите. Я бы не сказал, что прямо сильнейшие какие-то изменения произошли, но тем не менее звук стал поприятнее. И вообще штука довольно удобная и полезная, особенно если вы пишете что-нибудь тяжеленькое такое. Накладывайте какой-нибудь гитарик или амплитюб или биос, и будет вам счастье. Илья Ефимов Следующая гитара называется очень нежно, это Angel Cano Creamy V2. И гитара действительно сделана типа такой вот нежненькой, такой воздушной и с эффектами уже. Эффекты эти можно отключить, но вообще, насколько я понимаю, конечно же, разработчики старались сделать атмосферную, такую мягкую, плавающую гитару со всякими там этими реверберациями и так далее. В общем-то, ну, не знаю, насколько полезны будут именно присутствия этих эффектов, потому что как-то хочется самому все-таки, но, возможно, кому-то ручки крутить неохота. И, в общем-то, тогда она станет, возможно, даже незаменимым инструментом, который будет присутствовать в каждом треке. Так что давайте, короче, я не могу остановиться, надо просто послушать это все. Следующая гитара у меня уже давненько тоже присутствует, это Evolution Strawberry. И я еще, мне кажется, вообще ни разу ей не пользовался, но, тем не менее, кстати, можно заметить, что это вот, опять же, из линейки Evolution гитара. По традиции есть широкая возможность настройки артикуляции, то есть всякие там приглушения, гармоники, бенды и вот это вот все. Все это довольно гибко настраивается и удобно. Опять же, накладывайте сверху какой-нибудь гитарник и вообще будет крутота, наверное. Я ей так и не воспользовался, мне кажется, вообще ни разу, потому что, ну, ну не знаю почему. Следующая гитара называется Solemn Town The Odin. Как пишут разработчики, здесь имеется 14 артикуляций, 3,5 тысячи сэмплов в 8 слоях. В общем, очень круто и полезно, поэтому стоит, естественно, обратить на нее какое-то внимание, и я обратил. И меня абсолютно ничем не впечатлило, честно говоря, по сравнению с остальными гитарными библиотеками. Но, возможно, это для любителей крутить ручки и всячески изгаляться над звуком. В таком случае, конечно, может быть, получится нарулить какое-то интересное, правдоподобное и уникальнейшее звучание. Мне же эта гитара не подошла, слишком уж она какая-то пластиковая и ненатуральная. А вот следующая гитара называется Electric Sunburst. Это практически то же самое, что и Strant Acoustic, но в виде электрогитары. И сюда также входит возможность всяческих паттернов, возможность наложить перегруз и всяких там кучу эффектов. На самом деле эффекты не очень, по крайней мере, не все можно использовать в полной мере. Но, по крайней мере, вообще пользоваться гитарой можно и нужно, мне кажется, потому что штука очень-очень полезная, если ты не умеешь вообще играть на гитаре или у тебя получается криво, как у меня. Ну и, как и обещал, снова Илья Ефимов. Среди электрогитар мне здесь понравились две библиотеки. Это Les Paul и Telecaster, при том, что, в общем-то, звук этих гитар настоящих мне очень сильно нравится. Поэтому, естественно, мимо их обойти я не смог. Несколько треков я с этим гитаром и писал, но это было довольно давно, когда я занимался именно такой живоподобной музыкой. Но сейчас вот потихоньку начинаю снова в это дело окунаться и, в общем-то, звук действительно сойдет. И мы медленно подошли к басам, и здесь будет не так много, всего лишь два, потому что, ну, бас, он и есть бас. Один из них я уже давным-давно упоминал в своих видео, это Native Instruments Carby Rickenbacker Bass. Ну, Rickenbacker Bass. Несколько пресетов здесь имеется, и звук очень плотный, такой глубокий, обволакивающий. И, в общем, другие хвалебные слова. Надо только, я думаю, просто послушать, и все будет сразу понятно. Следующая бас-гитара называется Orange Tree Samples Evolution Roundwood Bass. Это уже третья гитара из линейки Evolution в нашем видео, как вы можете заметить. У Orange Tree вообще гитар много, как я и говорил, поработали над ними неплохо, и хоть я особо не успел поработать как-то конкретно над этим инструментом, но он все равно имеет место быть, опять же, за счет традиционно настраиваемых артикуляций, по крайней мере. И последний, популярный у девочек, укулеле Indigenus de Ucculele, так он и называется. Здесь также имеется возможность всяческих настроек артикуляции и всего вот этого. Звук правдоподобный, действительно. Естественно, всем этим пользоваться надо правильно, и подбирать инструменты нужно вообще грамотно, потому что если вы не слышите ни хрена, это не значит, что инструмент плохой. Хотя, возможно, инструмент плохой, а вы этого не слышите, вообще по-разному бывает. На самом деле, неважно. Давайте послушаем, как он звучит, и это все в нашем списке. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что смотрели. Это видео, я надеюсь, оно хотя бы немножечко было для вас полезным. Если у вас есть предложения по темам для следующих видео, естественно, пишите их в комментариях, и также посмотрите, что там в описании за ссылочки такие. Спасибо, спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok